Александр Георгиевич, это комплекс принадлежит детско-юношеской спортивной школе. А что еще? Есть спортзал центральный, в котором тоже все площадки и футбольное поле, вот здесь разные школы. То есть вся инфраструктура здесь создана для людей. Не было бассейна, вот мы его два года назад построили. Для того, чтобы население привлечь физическую культуру и спорта, конечно, необходимы условия. 574 объекта всего действуют в районах пострадавших от аварии на Черезнобольской АЭС. И за последние буквально 5 лет 27 объектов приведены в хорошее достойное состояние. Это капитальные ремонты и введение новых объектов. Такие как спортивный зал в Быхове, физкультурно-оздоровительные комплексы Краснополья Костюковичи. И в Гомельской области это Хойники стадион, физкультурно-спортивный комплекс в Брагине, бассейн в Чечерске и вот этот объект тоже, бассейн. Ну хорошо, заниматься физкультурой это хорошо. А для спорта ты отсюда хоть что-то получаешь? Для спорта у нас здесь, в принципе, если посмотреть, то последние европейские игры. Наша Куденко, Ольга, Махаринская, гребли на байдарках и каное. Это отсюда с Хойников. Ну понятно, до байдарки и каное не надо было это строить, оно было и раньше. А вот отсюда мы же создаем деньги, тратим большие. Мы хоть по одному зернышку отсюда что-то имеем. Пусть тебя не успокаивают эти европейские игры. Не успокаивают нас, это однозначно. Ну ладно, это отдельный разговор. Токио на носу. Это для вас будет жесточайший экзамен для всех. КОНЕЦ Успехов вам, чтоб металли были! Спасибо! Так вы учитесь нормально в школе? Да! Вы смотрите, а то спортсмен обычно, как начинает заниматься спортом, он про школу забывает. Вы этого не делайте, школа вам пригодится. Да? Да! Спасибо! Спасибо!